Не прошло и недели спустя начало разведения войск на линии разграничения, как в оставленных украинской армии городах, начало появляться официальное московское отребье в лице депутатов Госдумы. Причем происходит все это нарочито вызывающе, с наплевательским отношением к договоренностям на глазах или даже при непосредственном участии ОБСЕ. Наш невнятный МИД уже готовит какую-то там ноту протеста, что подобные визиты происходят в обход всех договоренностей. Что на фоне того, как этих зелебобиков, аки несмышленых котят, чуть ли не лицом тыкали в лужу, которую они собираются сделать, выглядит вдвойне глупо. Тысячи людей на демонстрациях ни капитуляции, сотни тысяч репостов, комментариев в соцсетях всех мастей и рангов. Компетентные люди чуть ли не криком не кричали, что так и будет, что договариваться с Россией это ни о чем, что не нужно идти на поводу у Макрона и других европейских лидеров, что как только мы отведем войска, туда навалит кремлевских орков всех пошивов. И вот результат. Вопреки всем предупреждениям, в золотом разгуливает депутат Госдумы, а МИД готовит протест. Что вы докажете этим протестом? Чего добьетесь? Обороной своих территорий можно добиться. Запретом въезда через контролируемую Украиной границу можно добиться. А протестом и возмущением некомпетентного Министерства иностранных дел можно только утереться. Самое позорное для зелебобиков, что этот депутатик приехал контролировать, как соблюдается разведение войск, чем, к слову, он остался вполне доволен. Еще бы он не остался бы доволен фактом того, что украинская армия отвела войска со своей территории вглубь своей же территории. Не отвод войск, а мечта просто любого государства, которое хочет захватить другое государство. Отступление от чистой воды, которое украинскому зеленому плебсу преподносят, как выдающееся достижение мира клоуном, играющим причиндалами на рояле. Клоун отдал под честное слово России тысячи квадратных километров украинской территории. Просто феерические вот такие вот заголовки могли бы быть в мировой прессе. При всех этих раскладах СБУ молчит. Видимо, не позвонили еще Баканову, чтобы он погонял чертей. Импотентный МИД выражает озабоченность нечестной игрой России. И это после шести лет гибридной войны, в которой все средства хороши. ЗИП-президент и вовсе, видимо, чрезмерно устал, поскольку даже не прокомментировал эту ситуацию. За последние годы никогда позор не был таким вопиющим. Украина проигрывала битвы, попадала в котлы, наивно велась на заявление о зеленых коридорах прохода от мышебратьев, но никогда не становилась за это время на колени. Она всегда была способна дать ответ – отвоевать город или победить на дипломатическом фронте. И вот спустя несколько месяцев, как клоун зачехлил свой инструмент для рояля и стал президентом, в том месте, где украинские военные выгрызали каждый клочок земли, гуляют террористы и запоребриковые чины. Делая это нагло, демонстративно показывая, кто теперь хозяин в поселке, который они даже не отвоевали, а который им банально подарили. Страшно представить, что сейчас чувствует проукраинское местное население, которое предали и оставили на довольствие террористам и запоребриковцам. И на фоне этого тотальный молчок зеленого монобольшинства. И мы сейчас не про депутатишек квартальной фракции, мы про глобальное украинское монобольшинство, уставшее от войны и на этом фоне подарившее России свои территории. Как вам спится в пока еще относительной безопасности, зелебобики? Как вы будете реагировать, когда по вашей улице или квартире будет деловито прогуливаться макранский депутатик, размышляя, насколько хорошо вы соблюдаете перемирие и кому он выделит ваши квадратные метры, если вздумаете его нарушить и отправитесь на подвал народной милиции? А ведь подобные прогулочки это только начало, так сказать проба пера. Сначала нарочито, случайно, потом все чаще, позже подобные новости станут в медийном пространстве уже в порядке вещей. И мы все привыкнем. В украинских городах присутствие российских флагов и власти станет для телезрителя просто нормой. Привыкнут к этому и в самих умиротворенных зеленским городах. К слову, прибытие российского депутата Журавлева далеко не рядовое событие, учитывая, что именно он прибыл с российскими кадровыми военными в Крым в начале аннексии полуострова. Так что вполне возможно, что сценарий разыгрывается снова и воплощать его в жизнь едут все те же люди.